Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Привет ребята, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Зенит и в начале выпуска хочу вас узнать, интересно ли вам будет посмотреть на канале карьеру за игрока в НХЛ, хоть я и новичок и это будет такая больше пробная карьера, нежели какая-то прям спецкомментирование, потому что я в хоккее новичок и не особо знаю вообще составы, так что все зависит от ваших комментариев и также возможно скоро на канале появится новая карьера за команду, хотел я давно за нее поиграть, так что сегодня посмотрим. Так, давайте смотреть, у нас как раз Лапорта, Гарай, Гарсия, Ди Мария сегодня все играют, у нас матч против Кубани, первый матч чемпионата России, многие этого ждали, ну и давайте как раз начинать. Начинать. Посмотрим, идет нас Ливень. Также на втором канале вышла карьера за футболиста, так что кому интересно и кто долго ждал. Ди Мария, молодец, техничный, хопа. Ну что, погнали. Кубань-Краснодар против Зенита, первый матч чемпионата России. Кубань начинает с центра. Проиграли мы предсезонный турнир, точнее даже не вышли. Но бывает в футболе всякое. Дзюба хорошим пасом находит Халка. Олег Шатов, а что если пробить сразу? Здесь уже Дзюба с острого угла пробивал Вицель. Ненарушение правил. Ну немножко Хави Гарси врезался в корпус. Пока Кубань катает по своей половине мяч, не особо стремится в атаку. Смольников и Халк. Ну посмотрите, Кубань от нашей штрафной выдает пасы на свою половину поля. Вицель не догоняет, но было неплохо. Боится Кубань, чувствуется это. Не хотят они идти в полную силу в атаку. Все-таки присматриваются, зная, что мы можем подловить их на контр-выпаде. Вот сейчас Смольников стоит набирать обороты. И вот так вот Лапорте молодец. Первое полезное действие за команду. Удар издалее. Ну свалился мяч с ноги. Кабаре пробивал. Кришта. Не точный пас, но Вицель сохраняет его для нашей команды. Халк. Увидел он подключение Смольникова. Смольников. Дзюба. И не достается мяч Хави Гарсии. Ну, пока такая равная игра. На ответных курсах, может, Кубань чуть-чуть побольше держит мяч на правах хозяев. Но. Не особо опаснее атакует. Демария. Здорово. Со Смольниковым отыгрались. И Демария на фланге уже набирает скорость. Анхель Демария. Прокинул здорово мяч. Что это? Вот я не понимаю, что происходит в последнее время с мячом. Он иногда так глупо отскакивает от футболистов. И сейчас тоже я пытался сделать разворот назад. А он просто носочком вытолкнул его за пределы штрафной. Вицель. Снова Демария. Не будет углового. Тем временем, 28-я минута. И пока. 0-0. Смольников. Играет с Гарсией. Гарсия. Ну, сзади. Ну, по ногам. Ну, судья. И Вицель, посмотрите, еще перекинул. Демария. Хороший удар. Решили сразу разыграть. Лапорте. Молодцом. Дзюба. Играет на Олега Шатова. Шатов от двоих уходит. И можно пробить. Рикошет, по-моему. Только от своего. Тридцать четвертая минута. По-прежнему 0-0. Хорошо. Пока контролируем соперника. Не даем сильно разбежаться. Вот сейчас может быть опасно. Пас в центр. И удар от ворот. Не припомню, я честно, зеленую форму Ладыгина. Но. Здесь FIFA ее почему-то решили сделать. Демария. Вицель. Ай-яй-яй. У Халка. А это вообще Гарай. Оказался в атаке. И выцарапал мяч. Очень здорово. Но тут же хороший перехват. Ну, мне кажется, первый тайм так и закончится. Вот этими перепасовочками Кубани. Но не смотрите. Кабуре все-таки. По-моему, это он. Нет. Нет. Это не Кабуре. Это Бальде. Заколачивает очень классный мяч. С лету. Как всегда, я сказал к концу тайма, что мы закончим ничью и мы тут же пропускаем. Демария. Не добирается до него мяч. А Вицель очень здорово закидывал. Ну, послажене пока Кубани. У нас все-таки два новых футболиста. Ну, я думаю, давайте сделаем замены. Вместо Демарии выйдет Дани. Вместо Хави Гарсии выйдет у нас Челха Наглу. И вместо Дзюбы выйдет Дебала. Давайте попробуем так. Попробуем так. И под нашу старую схему сыграем от обороны на мощном прессинге. Не знаю, как у нас получится, но Халк хорошо от одного ушел. Рывок почему-то он решил не делать. И мяч потерял. Челха Наглу. Хорошо. Сразу с ходу пошел в отбор. Ну, а Кубань начинает катать. Вот как я ненавижу в карьере вот этот бред, когда команда забивает соперника на любом уровне сложности и начинает тянуть время. Особенно за последние пять минут, когда они просто уходят к угловому флажку. И без разницы, какая команда против какой команды ты играешь, они все так делают. хорошо. Халк играет на Дани. Дани ну куда? Ну, пяткой здесь Вицель неплохо корпусом оттеснял. Кабаре и против него Челха Наглу. Ладыгин побыстрее на фланг. Шатов. Шатов, давай, у тебя есть скорость просто несись по флангу. ой-ой-ой-ой, грубо, но никакого пенальти. Пока Дебалу не видать. Ну, смотрите как. Из-за кидушки, но Халк тут как тут. Отличный пас. И почти Халк сохранил мяч в игре. хорошо. Ну и кто, кто, кто поможет? Шатов просит мяч на фланге. Кришта и угловой. 62-ая минута. Ну что, Дебала. Лапорте уже в атаке. Кто ж позвал-то тебя туда? Надеюсь, Челха Наглу на виражах не получилось у нее. Но Лапорте, посмотрите, уже отрабатывает нормально в обороне. Успел вернуться. Здорово. Вицель увидел Шатова. Шатов пробивает и еще один угловой. Большими силами Кубань сидит у своих ворот. Еще один угловой. Все меньше времени. Все меньше времени. Ну помните, в прошлом сезоне мы тоже довольно много времени проводили отыгрываясь. Много матчей было в начале, которые мы тоже проиграли. Мельгареха уходят от Кришта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Очень опасно. Еще один угловой уровень. Из рук Ладыгина выбили мяч. Ладыгин успевает и еще один аут. 15 минут до конца. Ух, перекладина. Да. Растерялись наши парни. Пока что ничего хорошего в комбинационном футболе у нас не получается. И более того, мы даже не можем мяч отнять. Я вспоминаю игры за Португалией. Ну и вот началось это в углу катание мяча. Вицель. Хорошо. Снова не успеваем. Не прочувствовали пока друг друга партнеры. не успеваем. Что будем отнимать? Нет? Дебала. здорово. мяча. 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 Дебала пробивает с правой мимо. Пара минут. Хорошо. Халк. Дебала. Ну сзади по ногам получает и аут. Судья не видел там нарушения правил. Подача от Смольникова а там никого. И удар от ворот. И все. Все друзья. Первое поражение в сезоне и первая потеря трех очков. Ну я много раз говорил, что вот такими командами, как Кубань, Урал, Уфа мне тяжело играть. Серьезно. Я не знаю, почему так. По ударам было больше моментов, но Кубань свои шансы реализовала. Попали еще там в перекладину. но всякое в футболе бывает. Я не знаю, почему мне тяжело играть с такими командами. Мне легче играть реально с сильными клубами, которые играют на быстрый атак. На быстрых атаках их можно подловить. Давайте сейчас быстренько сделаем расчет игроков. Я имею ввиду расчет тренировки. Посмотрим, что у нас там в почте в офисе. Дисквалификация окончена. Да, я помню, это Ходжиньяза у нас за красную карточку дисквалифицировали. Предложение о трансфере. Дзюба в Динамо. Нет, отклоняем. И у нас следующий матч против Локомотива. Вот так вот с пылу с жару. Предложение о трансфере. Щелха на глу. Вес Бромвич за 17. Вы что, с ума сошли? Форума у него плохая. Счастлив в клубе, но ему нужно больше, как я понимаю, игровой практики. Я хотел бы обсудить жалования. общение с игроками и Юсупов. За что тебе жалования? Олег Шатов. Нет, тоже. Видите, у нас еще форум игроков не очень хорошая. после отпуска, после перерыва. Поэтому тоже, на самом деле, это влияет на сыгранность команды. Мы сейчас на 14 месте с нулем очков. Да, очень много клубов, я погляжу, сыграло на ничью. Правда, вот смотрите, Кубани уже две победы. Уфу они обыграли, как я понимаю, второй раз. ЦСКА, Анжи, Крылья Советов по три очка, у всех остальных по одному и у нас четырех команд по ноль очков. Ну что ж, увидимся в следующей серии, ставьте побольше пальцев вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, с вами был Локи, всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok